всем привет меня зовут илья очень давно на моем канале не выходил классических уроков гайдов по бас-гитаре уже полгода точно никак не мог поймать вдохновение настроение но сегодня я так сказать собрался взял волю в кулак и подготовил для вас крупицу знаний крупицу качественно образовательного контента по бас-гитаре сегодня будет серьезный контент обучающий сегодня мы будем работать в поте лица так сказать расти над собой так как говорят умные люди праздность это пища зла так сказать поэтому сегодня будем с вами обучаться в общем настраивайтесь на серьезный лад сегодня тема шагающий бас мы поговорим о том как играть фирменный шагающий бас у меня полгода выходила видео пог família какой полгода год назад у меня выходил видео но там мы говорили как выбирать ноты больше по выбору нот по гармонии как соединять аккорды было видео сегодня мы поговорим немножко другом мы сегодня поговорим о технике и ритме то есть мы поговорим о технических В приемах игры джаза, свинга, шагающего баса, какие есть нюансы в ритме, в нотах, в длительностях и тому подобное. После этого видео вы возьмете себе на вооружение, если захотите, конечно, эту информацию, которую я подготовил. И, естественно, будете расти над собой, вы будете лучше и так далее, и так далее. В общем, начнем. Итак, начнем с самого начала. Это у нас будут, естественно, четверти, четвертные ноты. Если вы новичок и хотите научиться играть круто, аккомпанемент, играть круто, шагающий бас, играть круто, что еще можно круто играть-то? Например, свинг, джаз, то вам, естественно, придется потратить огромное количество времени на игру четвертей, четвертных нот. На самом деле, четвертные ноты – это отдельный вид искусства, это очень важная тема. И не так много людей умеют хорошо, качево, правильно играть четвертные ноты, играть шагающий бас. Этому нужно учиться, слушать, анализировать информацию, тренироваться, работать с ритмом, снимать фирмачей. Ну, вы это все, естественно, знаете. Итак, четверти. Мы сегодня рассмотрим два подхода к игре четвертей в джазе. Первый подход подойдет для новичков, для тех, кто смотрит. Ну, джаз, конечно, может, он хорошо играет где-то в группе, но джазу не имеет никакого отношения, хочет научиться. То первый подход – это игра четвертей в размере 4 четверти. Первое золотое правило игры четвертей, которое стоит запомнить и держать у себя в голове, гласит нам, что четвертная нота звучит ровно одну долю в размере 4 четверти. Ни больше, ни меньше, если вы перетянете, не дотянете, не доиграете, снимете раньше, то это уже будет сыграно неправильно, это будет не четверть, и качать такое навряд ли будет. Поэтому здесь очень важно научиться контролировать этот процесс и чувствовать четверти. Для этого нам, конечно же, куда же без него, без него никуда, пригодится метроном. Давайте посмотрим и послушаем, как это будет звучать. Включим метроном. Размер 4 четверти, 100 bpm стоит, классический средний темп у нас. Значит, играем таким образом четверти, чтобы нотка переливалась в нотку, и четвертная нота звучала ровно то время, которое ей отведено, одна доля. Давайте посмотрим, как это будет звучать. Таким вот образом рекомендую потренироваться, помедитировать. Здесь это нужно, это как медитация. Четвертая нота – это медитация, понимаете? То есть это нужно настроиться на космическую связь, то есть чувствовать их. Ни в коем случае не надо срывать раньше. Нота не перестает звучать, пока не звучит следующая нота в гамме. И она переливается в свою следующую ноту. И это звучит замечательно. Для того, чтобы научиться чувствовать четверти, можно поиграть такое упражнение. То есть четверть-пауза, четверть-пауза. И снимать ровно на вторую долю. К примеру, вот так. Или наоборот. Вот такие вот упражнения для новичков очень рекомендованы. Причем не только с четвертями, а со всеми длительностями. Вот так вот. Также существует и второй подход к игре четвертных нот, более продвинутый и более экспертный. Да ладно! В котором мы представляем четвертную ноту не в размере 4 четверти, традиционном классическом, для большинства песен, для большинства произведений и джазовых стандартов. А в размере 12 восьмых. Тем самым, таким образом, у нас четверть начинает состоять не из 2 восьмых в традиционном размере, а из 3 восьмых. В чем здесь плюсы и в чем здесь минусы? Первый плюс заключается в том, что в джазе, в свинге, в джазовых стандартах, в шагающем басе, там триольная пульсация. И когда мы разбиваем четверть на 3 доли, у нас появляется больше возможностей, и мы можем играть ритмически более точно в триольной пульсации. Нежели если мы в голове все представили 2 восьмые в одну долю. 2 восьмые и 3 восьмые. Здесь 3 восьмые будут выигрывать. Вы расширяете свой разум, вы расширяете свое, так сказать, музыкальное поле. У вас уже три ноты вместо двух. Это важно. Просто представить, даже если вы просто в голове вот эти нейронные связи настроите на именно размер 12 восьмых, даже если произведение записано в 4 четверти, а большинство стандартов записано в 4 четверти, но вы представляете 12 восьмых, то вы можете играть более точно. Ритмические заполнения, какие-то фишки, свинг, шагающий бас у вас будет более правильный, более триольный, более фирменный. Звучать ритмически точно. Но здесь есть и минусы. Минус заключается в том, что все коллеги и ваши музыканты также должны мыслить примерно в том же направлении. Особенно барабанщик, у него в голове должна быть та же пульсация в 12 восьмых. Иначе вы будете играть не точно и звучать это хорошо не будет точно. Давайте же попробуем при помощи метронома сыграть четверти в размере 12 восьмых и послушать, как же это будет звучать. Давайте же включим наконец. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот таким вот образом. Таким образом при игре шагающего баса, при игре джазовых стандартов, в которых в большинстве случаев триольная свинговая пульсация, ритмика, если вы будете в голове представлять именно 12 восьмых вместо 4 четвертей, даже если в нотах написано 4 четверти, вы представляете 12 восьмых, у вас широкая доля, у вас 3 восьмые на долю, в таком случае ваша ритмика, ваша точность игры возрастет и вы будете играть более качево. Итак, двигаемся далее. Цифра 2 акцента. Важный момент. Как известно, в поп-музыке, в классической музыке, в рок-музыке у нас сильные доли являются первое и третье. Для большинства известных песен это так, для большинства людей это наиболее привычно. Но в джазе, естественно, все наоборот. В джазе у нас являются сильными долями вторая и четвертая. И при игре джазовых стандартов, при игре шагающего баса мы ритмически, естественно, это подчеркиваем. И не только вы при игре на басу, но и ваша ритм-секция в виде барабанщика. И также в джазе даже большое количество тем, большое количество мелодий также завязано именно на слабых долях. Что это значит? Это значит, что мы при игре шагающего баса, при игре четвертей должны делать акценты на вторую и на четвертую. Как это будет выглядеть? Обратите внимание, что мы это играем спокойно, нирвана там. Не таким образом. Все это играется плавно, спокойно, нотка в нотку переливается. При этом надо следить за тем, чтобы четверть звучала четверть. Плавно переливаясь в следующую ноту в гамме. Таким вот образом мы подчеркиваем вот эти сильные доли в джазовой музыке. Вторую четверть и четвертую. Цифра 3. Мертвые ноты. Если внимательно слушать и снимать фирменных бас-гитаристов, контрбасистов, которые играют джаз, то у них можно часто услышать некий щелчок перед определенными долями для подчеркания определенных долей. А как правило это вторая и четвертая сильные доли в джазе, но не всегда бывают разные ситуации. Что я имею ввиду? Давайте сейчас сыграю два такта, шагающий бас и сделаю мертвую ноту перед четвертой долей в каждом такте. Вот так это будет звучать. Вот такой вот щелчок. Здесь важно понимать, что он должен быть по громкости, по мощности не менее тихий, не менее громкий. Или как это сказать? Не тише, чем основная нота. То есть он должен быть сыгран уверенно, его должно быть слышно. Даже иногда громче, чем основная нота. Как правило эти мертвые ноты служат для того, чтобы протолкнуть следующую ноту, какую-то сильную долю, которую надо подчеркнуть здесь. Это конечно круто сделать все ритм-секции вместе с барабанщиками, чтобы чувствовал барабанщик это тоже. Но не всегда это делается, чтобы подчеркнуть сильную долю. Иногда, например, этими мертвыми нотами можно сглаживать швы. Например, при переходе с одной струны на другую. Например, переход с третьей на четвертую. Чтобы это было плавно, чтобы не слышно, можно это сделать при помощи вот этой мертвой ноты. Давайте посмотрим, как это звучит. То есть тем самым я заделал этот шов и перешел ритмично правильно со струны на струну. Бывают ситуации, что это сделать сложно бесшовно. Например, при смене позиции можно это делать. К примеру. И так далее. Я могу соединять вот эти вот свои позиции при помощи вот этой мертвой ноты. Вот. И она очень часто звучит. И если вы возьмете ее на вооружение, при игре шагающего баса, при игре аккомпанементов, то это сделает звучание вашего баса, вашего аккомпанемента более фирменным. И также поможет в некоторых ситуациях играть более эффективно. Напоследок, как бонус, покажу один из примеров фирменного обыгрывания аккорда в шагающем басу. Значит, нам надо обыграть два аккорда. Соль и до. Тоники опять вернутся в соль. Часто используемая комбинация в джазовых стандартах. Такое квартовое движение. Очень много где используется. Столкнулись постоянно. Поэтому фраза будет must have. Это точно. Значит, что мы делаем? Давайте послушаем, как фраза будет звучать. Тоника. Вот таким вот образом. Мы обыграли аккорд соль мажор, до мажора и обратно в соль мажор вернули. Что мы здесь играем? Значит, первая тоника, потом идет триоль, септима, малая септима, седьмая пониженная, она находится через струну под первой. И играем триоль, пятая и третья. Третья ступень, мажорная, большая, большая, третья. Терция большая, да. И играем потом слайд в первую, на октаву выше, в восьмую ступень. Мизинцем. И делаем проходящую ноту к тонике следующего аккорда. Опять же, здесь эту фразу вы можете менять, если аккорд другой, потом в соль надо вернуться в другой аккорд, например, фа. Можно вот так сделать. То есть фраза, вы можете творчески подойти, ее изменять и использовать везде, для обыгрывания любых аккордов. Использовать как такую схему. Традиционно выучить ее и везде использовать. Значит, тем самым мы и перешли в до. И потом просто обратно вернулись в соль. Если же у нас, например, минорный аккорд. Здесь можно изменить фразу, просто поменять терцию с мажорной на минорную. В таком случае играть не очень удобно, поэтому можно просто перенести, к примеру, не в тонику, на октаву выше приехать слайдом, а в пятую. Вот таким вот образом. То есть здесь можно, опять же, творчески подойти и использовать эту фразу как вам угодно, где угодно, под любые ситуации. Вот таким вот образом. Обязательно, здесь есть триоли, если вы мыслите, как я уже говорил в начале видео, 12-8, вы будете вот эти триоли заполнения, которые очень часто используются фирмачами в игре, фирменных шагающих басов, фирменных аккомпанементах. Они очень часто используют такие триольные заполнения. Вот. То в таком случае, если вы мыслите 12-8, то вы будете их играть более точно и более ритмически правильно. Вот. Вот поэтому я в начале видео и говорил про 12-8 по представлению в голове, вот эти нейронные связи настраивать. Все, ребят, спасибо за просмотр. На этом сегодня все. Надеюсь, видео было полезно. Надеюсь, что после просмотра этого видео вы, так сказать, сделаете большой шаг вперед навстречу фирменности звучания, навстречу просвещению и крутой игры на басу. В общем, я надеюсь, что это видео вам поможет. В общем, на сегодня все. Обязательно подписывайтесь на канал, обязательно ставьте колокольчик, обязательно заходите в группу ВК, заходите на Бусти. Обязательно подписывайтесь на мою Бусти, потому что сейчас нету монетизации на Ютубе, я ничего не получаю абсолютно. Поэтому единственное, за счет чего можно дышать, это Бусти. Поэтому заходите, там есть контент уникальный, которого нет на основном канале. Больше обучающего контента гораздо. Поэтому welcome. И в группу ВК не забывайте заходить. Вот. На этом сегодня все, дорогие друзья. Любовь, доброта. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok